Библейский портал экзегет.ру представляет В 53 главе эта тема разворачивается, раскрывается просто максимально полно И говорится о том, что он страдает и несет на себя грехи всех людей, после чего меняется все И вот 55 глава, последняя еще раз в этой части, книга не закончена 56 просто описывает немножко другую историю, мы об этом поговорим Вот 55 дает какой-то такой итог, вот что же это будет Кто жаждет, к воде идите, даже те, у кого нет денег Да, мы тоже платим за воду, естественно, за водопроводную или за бутилированную А вот тогда тоже вода была ценным ресурсом, значит за нее надо было чем-то расплачиваться Кто жаждет, к воде идите, даже те, у кого нет денег, приходите, покупайте, вкушайте Приобретайте пищу бесплатно, вино и молоко, не за деньги Смотрите, устанавливается какое-то новое состояние Все меняется после смерти этого самого страдающего мессии, его возрождения, воскресения И больше не надо ни за что платить, не только за воду, но даже за вино и молоко Которое очевидный товар стоит денег, их производство, это трудоемкий процесс, особенно вино И тут же, к чему платить деньги за то, что не хлеб, свой труд за то, что не насыщает Значит, очевидно, есть и другие предложения, когда люди вот за какие-то ненасыщающие вещи отдают свои заработанные деньги Наверное, идет речь об идолах, которые требуют всевозможных приношений, но при этом не способны накормить, насытить в полном смысле слова Прислушайтесь ко мне, и хороша будет пища, лакомствами насытитесь Приходите ко мне и преклоните ухо, послушайте, и будете жить И сотворю я с вами вечный завет, буду верен вам, как Давиду, царю Израиля, с которым был заключен особый такой личный завет Именно его потомки будут царями в Иерусалиме И получается, что каждый, каждый из тех, кто придет, будет таким же, как Давид, будет настолько же важным и ценным Его я сделал свидетелем для народов, поставил вождем и правителем народов Ну, стало быть, и вас поставлю И вы будете играть какую-то совершенно особую роль в этом мире Призовешь ты племя, которого не знал, племя, которое не знало тебя, и прибегут к тебе ради Господа Бога, святыни Израиля, прославившие тебя То есть, эта роль, она заключается в том, что ты будешь нести весть о Боге и будешь собирать вокруг себя человечество Но не просто для воинской удали, для строительства Великой Империи, для собственного процветания, для славы израильского Бога Ищите Господа, где только можно найти, призывайте Его, когда Он вблизи Вот, смотрите, два, по сути дела, призыва Приходите и ищите Они немножко противоречат друг другу Можно прийти только туда, где ты уже знаешь, что находится А искать можно только тогда, когда ты не знаешь, где Но это же метафора И приход, и поиск То есть, человек, с одной стороны, приходит к Богу, с другой стороны, он Бога ищет И то и другое происходит постоянно Поскольку Бог намного больше Его Мы знаем, где можно найти, там, я не знаю, купить что-то в магазине Или там встретиться с каким-то человеком А Бог, Он не вписывается в эти земные рамки Поэтому приход к Нему, это одновременно Его поиск И призыв Его, да Поскольку человек не столько сам к Нему своими ножками доходит Сколько, наверное, призывает Его, чтобы Господь его к себе приблизил Но есть и некоторые другие вещи, которые при этом предстоит осознать И от которых отказаться Злодей доставит свой путь Нечестивец мысли своей Обратите внимание, что действия, путь и мысли идут через запятую То есть, ну, в мыслях мы, казалось бы, свободны Мы можем думать о чем угодно, это же не вредит никому Нет, это то, что ведет потом к поступкам Пусть обратятся к Господу, и Он помилует их К нашему Богу, чье прощение безбрежно Мысли мои не то, что ваши мысли Пути мои не то, что ваши пути Пророчества Господа Как небо отстоит от земли, так выше пути мои ваших путей Мысли мои ваших мыслей Вот это вечная тема Люди верующие без конца утверждают, что они знают волю Бога И следуют ей Любое насилие во имя религии Начинается с того, что это Господь нас Санкционировал вот эти Действия произвести, уполномочил Нет, мысли мои не то, что ваши мысли Пути мои не то, что ваши пути Как небо от земли отстоят они друг от друга Как дождь и снег нисходят с неба и уже не возвращаются туда Но орошают землю, оплодотворяют, чтобы принесла зерно для сева и хлеб в пищу Так и слово, изошедшее из моих уст, впустую ко мне не вернется Но волю мою исполнит и цели моей достигнет Прекрасный образ Дождь идет только в одном направлении Снег тоже С неба на землю Божья воля, Божий замысел идет только в одном направлении От Бога к человеку А что же идет от человека к Богу? Плоды Прошел дождь и выросло зерно В пищу людям и на посев Следующий выражай, чтобы был Точно так же пришло слово Божие Что должно прийти от людей Некие плоды То, что для них самих И то, что для следующих поколений То, что на будущее То есть дождь не возвращается обратно Мы Богу не диктуем свою волю Но приняв его волю Приняв его желание Мы можем исполнить это И некоторое такое завершающее ободрение Вы идете в свою землю В Ханаан, в Иерусалим Вы будете все отстраивать Это будет сложный путь Это будет новое начало Ну и счастливого пути, по сути дела Выйдете вы с весельем И проводят вас с миром Холмы и горы будут ликовать перед вами Будет рукоплескать деревья в поле Вместо терны вырастет кипарис Сначала про дорогу А потом уже про ее итог Да, вот что будет там Вместо крапивы мирт Такие прекрасные, ценные деревья Это будет во имя Господа Как знамение вечное Неприходящее Итак, вы пойдете К себе домой Откуда вас когда-то Изгнали Откуда вас когда-то Увели в Вавилонский плен Будет новое начало Но это начало Этот Новый Завет Который здесь таким образом Не назван Но, по сути дела Сказано об этом Заключу Завет Он будет все-таки Немножко другим Он не будет повторением Прежнего И он Будет основан уже Не на страхе наказания А на Бесконечном прощении Конечно, мы скажем Что то, что мы называем Новым Заветом Отстоит от этого времени На Пятьсот с лишним лет Исход из Вавилонского плена Шестой век До нашей эры Но, тем не менее Вот Все, что должно было Произойти дальше Должно было Служить своеобразной Подготовкой к этому Завету И о том Какие здесь возникают Вопросы На Развалинах А может быть Уже не только На развалинах Но и среди Отстроенных зданий Иерусалима При том, что Возобновлено Богослужение При том, что Все продолжается Вот о чем Думать теперь Вавилонский плен Остался позади И Нужно Понять Как мы Можем быть с Богом И друг с другом Вот В этой новой Реальности В этом новом Храме В этом новом Иерусалиме Об этом Будут говорить Главы Книги пророка Исаия Начиная с 56 Который мы тоже Обязательно Прочитаем